ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Откуда вы знаете, что это черная смерть, а не другая болезнь? О, женок, все умирают. Аллах покарал нас. Что такое? Куда вы? В Гурганч. В Гурганч? Что вы делаете? Там черная смерть. Все бегут из города. Что же будет в мире, если и врачи станут бегать от болезней? А что мне делать? Я хочу идти с вами, но не хочу умирать. Поезжайте домой. Эх, недолго пришлось мне быть вашим учеником. Выскочтимый? Я же не мог оставить свои вещи. О смерти я совсем не боюсь. Это я сказал просто так. Если ученики станут бросать в беде своих учителей, что же тогда будет в мире? Мудрец. Я пришел к выводу, что все заразные болезни распространяются при помощи мельчайших, невидимых нашему глазу существ. Их великое множество. Есть существа лихорадки, персидского огня, черной смерти и других болезней. Они прилипают ко всему. К волосам, к лицу, к одежде. Вы сказали, они прилипают? Угу. Может быть, они уже прилипли ко мне? К тебе наверняка. Почему? Да потому, что ты боишься, а болезнь ищет трусливых. Доводит его место в раю. Кто болезни не боится, того боится болезнь. А кто испугается от одного страха, заболеет и умрет. Как же мне теперь быть? Поднять голову и сказать черной смерти не подходи ко мне. Ну? Эй, черная смерть! Если ты подойдешь сюда, то знай, я вырву все волосы из твоей поганой бороды. Мне давно хотелось встретиться с вами. Я много слышал о вас. Прежде всего, достойнейшие беруни, прикажите дать нам чистую одежду и сосуд с уксусом вымыть лицо и руки. У какого народа? Такой обычай в какой стране? Это должно стать обычаем той страны, где свирепствует черная смерть. Абу Али Ибн Сина. Это большая честь. Ибн Сина поможет нам избавиться от черной смерти. Досточтимый Ибн Сина, скажите, можно ли бороться с черной смертью? Можно. Да? И для этого, прежде всего, необходимо освободить людей от страха перед этой болезнью. Самое главное, не бояться. Верно. Черная смерть передается от человека к человеку. Она прилипает ко всему. К рукам, к волосам. Даже ветер разносит черную смерть, поэтому людям нельзя собираться вместе. Нужно закрыть на время базары и мечети. Пусть каждый молится у себя дома. Вы говорите, нужно закрыть мечети и отменить молитвы? Если мы это сделаем, фанатики разорвут нас. Да. А тут еще солнечные затмения. Кумы! Люди! Не собирайтесь вместе! Черная смерть передается от человека к человеку! Покиньте базар! Пусть торговцы разносят свои товары по домам! Так говорит великий лекарь Ибн Сина! Деньги опускайте в сосуды с уксусом! Эй, люди! Не бойтесь черной смерти! Кто ухаживает за больным, пусть смочит вату в уксусе и заткнет себе этой ватой нос. А во рту пусть держит листья полыни. Сидите дома! Слушайте! От одного больного заражаются сто здоровых! Уходите из мечети! Расходитесь! Пусть каждый молится у себя дома, если не хочет заболеть! Так сказал великий Ибн Сина! Расходитесь, правоверные! Расходитесь! Точь отсюда! Да молчи, собака! Не верьте ему, люди! Он поносит священную мечеть! Наше спасение в мечети Ибн Сина! Расступник, Аллах покарает вас! Богокульник Ибн Сина отвращает мусульман от мечети! Нужно убить зеренитика! Нужно убить зеренитика! Смерть! Я Ибн Сина! Смерть! Ему! Правоверные! Смерть! Из-за таких нечестивцев Аллах послал на нас черную смерть! Хватайте! Подстрекая людей к убийству, вы совершаете большой грех. Послушайте, люди! Правоверные! Я такой же мусульманин, как и вы! Я верю в Аллаха и в науку. Наука служит человеку, и она поможет нам победить черную смерть. Наука никогда не лжет! Обманщик! Мы не верим тебе! Ну что ж, сейчас поверите. Смотрите на эти часы. Когда весь песок окажется внизу, в ту же секунду начнется полное затмение солнца. Так предсказывает наука, и так оно и будет. А если не будет затмения, что тогда? Мусульмане, если мой друг Ибн Сина ошибся, я отвечу вместе с ним. А-а-а! Ты проклятый херительик! Люди! Убейте его! Отпустите! Мусульмане! Остановитесь! Отпустите! 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 Не трогайте его! Солнце! Солнце закрывается! Люди! Бегите! Спасляйтесь! А-а-а! 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 Аллах Боже. Друг мои! Вы живы! Вы живы! А-а-а! А-а... А-а! 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 Ну, теперь они выполнят мои ингредиенты. наставление. Да, мой друг, да. Вы победили. Власти разных государств запрещают массовые мероприятия, а в мусульманских странах введены ограничения на коллективные намазы или вовсе закрытые мечети. К примеру, доступ к Аль-Хараму в Мекке и мечети пророка в Медине можно получить только в строго отведенные часы. Временные ограничения на посещение мечети действуют и в Турции. В рамках борьбы с эпидемией мусульманам также запрещают вместе молиться в мечетях Киргизии, Казахстана и других стран Центральной Азии. А в Таджикистане в связи с вирусом вообще закрыты мечети как на пятничные, так и на пятикратные намазы. Как известно, коронавирус обнаружен более чем в 70 странах. И хотя у нас таких случаев не зафиксировано, Совет Улемов принял решение обратиться к жителям страны с тем, чтобы они временно не шли молиться в мечети. А это опустевшие улицы Кувейта. Здесь из-за коронавируса не только не совершают коллективные намазы, но и ради безопасности изменили традиционный многовековой азан. Муздины со слезами на глазах впервые вместо слов «спешите на молитву» произносят «Молитесь в своих домах». Для того, чтобы контролировать распространение заразных болезней, необходимо соблюдать основные меры – тщательное мытье рук, прикрывание рта во время кашля и чихания, надлежащее уничтожение использованных салфеток, пребывание дома подальше от общественных мест. А в экстренных ситуациях – карантин. Ислам стремится создать здоровое общество верующих. Ислам заботится как о духовном, так и физическом, экономическом, эмоциональном благополучии людей и общин. Забота о личности, безусловно, важна, но привилегия все-таки на стороне общества. Более 1400 лет тому назад пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, обучил своих последователей правилам гигиены, актуальным и в 21-м столетии. В сунне пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, мы видим ясный запрет чихать, не прикрывая рот. Это помогает предотвратить распространение бактерий, переносимых по воздуху, то есть воздушно-капельным путем. Воистину Аллах любит кающихся и любит очищающихся. В сунне пророка чистота называется половиной религии. Отсюда ясна важная роль содержания тела в чистоте и опрятности. Интимные части омываются после каждого посещения туалета. Мусульмане уделяют особое внимание чистоте перед молитвой. Они моют руки, лицо, прополаскивают рот и нос, моют стопы пять раз в день. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, побуждал мыть руки перед молитвой, до и после еды и кушать только правой рукой. Дорогие зрители, более 14 веков назад было известно, как вести себя при эпидемии вируса. А сегодня ученые подтверждают, что слова пророка «Да благословит его Аллах и да приветствует» — это истина. Мы надеемся, что информация поможет снижению вируса, а для этого вы поделитесь ею с близкими и друзьями. Мир, милость и благословение Всевышнего всем нам! Все в мире покроется пылью забвенья. Лишь двое не знают ни смерти, ни тленья. Лишь дело героя, да речь мудреца Столетия пройдут неизведав конца. И солнце, и бури все выдержат смело. Высокое слово и доброе дело.